За последнее время в Магнитогорске участились случаи, связанные с интернет-мошенничеством. Способы и методы самые различные. О некоторых из них нам рассказала специалист группы по взаимодействию со СМИ у МВД России по городу Магнитогорску Мария Марщакина. На телефон гражданина поступает сообщение о том, что оплачена покупка через интернет и с банковской карты сняты денежные средства. Если у вас возникли вопросы, перезвоните по указанному номеру телефона. В дальнейшем абонент перезванивает, ему представляются службы безопасности какого-либо банка. Говорят, действительно, операция была проведена, мы сейчас все исправим. Но для того, чтобы вам вернуть денежные средства, необходимы ваши персональные данные. Как правило, граждане диктуют свои паспортные данные, банковские реквизиты. И в дальнейшем происходит снятие денежных средств с указанного счета. Также мы фиксируем случай мошеннических действий, когда граждане размещают объявления о приобретении или о продаже каких-либо товаров через интернет. В частности, один из магнитогорцев оплатил предоплату за автомобиль в размере более 50 тысяч рублей. И в дальнейшем, соответственно, он не получил ни данный автомобиль, и объявление с сайта было снято. Также необходимо обращать внимание на то, когда вы продаете товары через интернет. Также жительница нашего города буквально перед Новым годом разместила объявление о продаже холодильника. 2 января на ее телефон поступил заветный звонок. И, к сожалению, в дальнейшем, продиктовав все свои персональные данные, с ее денежного счета были сняты денежные средства. Особое внимание жителей нашего города обращаем на то, что на телефоны приходят сообщения о том, что на ваш номер телефона поступило ММС-сообщение. Как только вы подключаетесь к интернету и пытаетесь зайти и посмотреть данные ММС-сообщения, к вашему уже расчетному счету подключается вредоносная программа, которая считывает все ваши персональные данные. Поэтому, если вам приходит такое сообщение от неизвестного номера, не стоит заходить и смотреть, что там пришло, потому что в дальнейшем вы можете стать жертвами мошенников. ММС-сообщение ММС-сообщение